Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. Каково отношение к алкоголю в христианстве? В отличие от ислама, христианство не запрещает алкоголь. Существуют, конечно, клубы трезвенников, которые, по-своему, перечитывая Евангелие или Священное Писание Ветхого Завета, интерпретируют слова Господа или некоторые пророческие свидетельства о запрете всякого напитка, содержащего алкоголь. Но такие экзегетические труды серьезной критики все-таки не выдерживают, поскольку немало подлинно благословляющих и одобряющих плод лозы виноградной, встречаемые в Ветхом и Новом Завете. За вечерей любви, при совершении Божественной Евхаристии, мы принимаем содержимое чаши, как причистую кровь нашего Спасителя, а кто не будет вкушать от нее по слову Господня, тот жизни не имеет в себе. Никаким образом эти слова Божьи не могут иметь отношение к веществу, имеющему в себе что-то злое, убийственное, враждебное человеку. И не женщина зло, а блуд, и не вино зло, а пьянство. И в Священном Писании полно указаний о том, что именно злоупотребление этим даром Божьим и ведет человека к погибели. Во всем христианство предлагает царский серединный путь, умеренность во всем земном, ибо неумеренность и в духовном ведет к кораблекрушению души. И в отношении плодолозного, и в отношении напитка спиртосодержащего хорошо и вовсе не прикасаться к женщине, говорит апостол Павел, но у всякого свой дар, и во избежание блуда всякий свою жену, пускай имеет, говорит апостол Павел. И в отношении вина можно и без него обойтись, как это в своей жизни представил Иоанн Креститель, никогда не прикасаясь ни к вину, ни к сидору, продукту перегонки или брожения яблочных спиртов. А Господь, в отличие от него, прикасался к вину и даже умножив радость брачную, из воды сотворил вино, первое его чудо в Кане Галилейской, ради утешения молодоженов и собравшихся гостей на брачное торжество. До сих пор в таинстве венчания используется чаша с вином, соединенным с водой, и в напоминании о евхаристическом единстве, которое для нас основа жизни и основа семьи создаваемой, но и в воспоминании чуда Господня, свидетельствующие о его попечении, о законных супругах, об их семействах. Таким образом, всякий сохраняет свою жизнь от излишества в том, что Богом предназначено для нашего спасения. И для земной радости годится умеренное количество вина, и к вечной радости приближает нас, принимая участие в таинствах церковных. Но и у кого свары, у кого сражения и рукоприкладства, у кого посиневшие и потерявшие ясновидение глаза, у того, кто злоупотребляет спиртным, у того, для кого пьянство становится уже причиной подмены личности каким-то страшным заместителем, грубым, неопрятным, безрассудным, агрессивным, нечистым. Все это плоды излишеств. Так что всякий рассуждает в отношении употребления вина и прочих спиртных напитков по тому действию, которое оно оказывает в нем. И там, где действия угрожают и миру, и ближним, и внутреннему порядку, то бежит от такой чарки, как от огня, способного погубить его, а там, где к радости земного торжества или праздничной трапезы, там, где для участия в таинствах церковных оно предназначено, там и с великой радостью и благодарением Богу допринимается. Лучший регламент в типиконе, в монашеском уставе, в кормчей русской книге, в постной триоде, где даже на строгие дни Великого Поста в некие торжественные и радостные даты и при совершении праздничного богослужения предписывается для братья умеренное, очень ограниченное количество вина с нисхождением и к бедным монастырям. Ащи монастырь беден, пьем пиво, благодарящее Бога. Но это не принуждение, а позволение. Там, где не приносятся этими вкушениями, какой вред, поскольку немало уже в наше время людей несколько поврежденных и не имеющих самого способа усваивания алкоголя в организме, и даже малая доза служит к потере человеческого достоинства и к полному уничтожению какого-то внутреннего стержня в человеке. Так что эта первая чарка становится безграничной, и человек уже не останавливается на ней. Никакие в этом случае оправдания, что в церковном уставе предписывается, на ней подойдут, поскольку нужно понимать и знать, что лично для тебя несет эта чарочка. И там, где опасность по причине этой болезненной зависимости угрожает, там надлежит сказать вместе с апостолом, если соблазняется, брат мой, не стану есть мясо, или, перефразируя его, не стану пить вина, вовеки. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...